И ты молчала? Я сама пока не верю. А кольцо-то где? Кольцо подарил? Покажи. Вот. Какая красивая Настя. Я поверить не могу. Настя, ты выходишь замуж. Вы же только познакомились. Что ты предлагаешь? Не торопиться? Ой, лучше поторопиться. Руслан Пятлеть ценил с предложением. Я думала, с ума сойду, пока дождусь. Мужчина, 44 года. ДТП, пилон позвоночника. Давай, перу операционный его. Ой. Яна, мы смену сдали, мы пошли. Пока. Пока. Простите, у меня брат после ДТП. Куда его повезли? Девушка! Вам на второй этаж, на лифте. Вам там подскажут. Спасибо. Пойдем уже, сердобольная моя. К нам поступило срочное сообщение. Сейчас наша съемочная группа находится на территории частной клинической больницы «Профимед». Смертельная авария произошла сегодня в 21 час около поселка Валаево. Вследствие в Гололезнице водитель Мерседеса не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Форд». В результате аварии водитель Мерседеса скончался на месте, его пассажирка… Чё, для Марка не могут изумиться, он назад с ним девает, это и ничего. За рулем автомобиля находился известный бизнесмен Марк Анатольевич Князев. Вместе с женой он возвращался с благотворительного аукциона. Князев скончался на 42-м году жизни. Не может быть. И только что к нам поступила информация, что супруга Князева Ольга и водитель Форда скончались в больнице. У Князевых осталась несовершеннолетняя дочь. Как же Лиза? А сколько стразов, Марка. Стой. Фантастика. О, Тамара. С днём рождения, моя дорога. Вы наша мастерица. Я всегда говорила, что Тамаре давно пора открыть свою кондитерскую. Нет, тогда она от нас уйдёт. А я этого не хочу. Ну что ты? Я всегда буду с тобой, моя деточка. Давайте идут свечки кушать торт. О! Сергей Сергеевич, мне очень нужно с вами поговорить. Владик, сейчас не сам подходящее время. Давай пойдём. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О! Папуля, ты же такое же, как у мамы! Спасибо! СМЕХ Люблю тебя! Давай попробуем. Так. Ещё раз. Ключик от сердца папы. У нас семейный обед. Что тебе надо? Ну вот, я приехал поздравить. Здравствуйте, дядя Серёжа. Привет! Сколько тебе лет ты исполнилась? Десять? Десять. Десять. Какая большая. Это тебе. Спасибо большое. Поздравляю с днём, Рожженый дочерь. Спасибо, Серёжа. Сергей, я сказал, у нас семейный обед. Ну ладно, ладно, ну. Сейчас, давайте я помогу. Это же гироскутер. Спасибо большое, дядя Серёжа. Так, давай. Опа! Мам, ты можешь напередуть покатались? Только осторожно. Тамара, посмотрите, там за Лизой. Сергей, я видел бумаги своими глазами. Мне больше верю, чем в ушаны. Пять минут и я уйду. Давай поговорим. Серёжа, ты вор? Я с ворами дела не имею. Марк, это идиотская ситуация. Меня подставили. Конечно, идиотская. Марк Анатольевич, на улице зима. Главное, идиот не я, что так долго не видел твоих махинаций. Дай я тебе всё объясню. Марк Анатольевич, Лиза! Господи, что? Девочка, а? Лиза! Что случилось? Неси её в гостиную, сейчас вызову скорую. Больно. Аккуратно. Осторожно. Осторожно, дыши. Доченька, дай подушку. Пойдём, пойдём. Так долго ехали. Иду. Какой дом? Здравствуйте. Сюда, пожалуйста. Какой мужчина. Света. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, не разувайтесь. Проходите. Куртки там бросайте. Здравствуйте. Сюда. Привет. Как тебя зовут? Лиза. У меня сегодня день рождения. М-м-м. Поздравляю тебя. Что ж ты так упала, Лиза? М-м? Покажи глазки. Не закрывай. Следи. Глазками. Голова не кружится? М-м-м. Шлетки? Чуть-чуть. Нарочки расширим немного. Я бы рекомендовала поехать в больницу и показаться нашему нейрохирургу. Сделаем снимок и исключим сотрясение мозга. Хорошо. Я не хочу в больницу. Мне хорошо. Ну, лучше перестраховаться. Милая, все хорошо. Слышишь? Не беспокойся. Все нормально. Ты ненадолго здесь. Ребенок. Десять лет падения. Удар головой. Похоже на сотрясение. Нужно показать нейрохирургу и сделать снимок. Вы родители, да? Да. Сознание не теряла? Нет. Давайте в смотровую. Поехали. Сергей Сергеевич, я хотел с вами поговорить. Ах, да-да-да. О чем? Тут такое дело. Моему брату срочно нужны деньги. Да ему всегда нужны деньги. В этот раз, правда, очень крупная сумма. У меня столько просто нет. Может, вы ему одолжите? А он вернет, я обещаю. Что, он автоподставок больше не зарабатывает? Сергей Сергеевич, ну, мне самому не нравится то, чем он занимается. Но он поклялся в этот раз, ну, что завяжет. Я тебе подрядову, да? Извини, Владик, ничего не могу помочь. Лиза, ты поняла, что врач сказал? Никакой активности. Ну, вот, вечеринку придется отменять. Не переживай, еще много вечеринок впереди. Лиза, Лиза, ты как? Зато я волновался. Все хорошо, не переживайте. Врачи сказали, что можно уже ехать домой. Обследование показали, что вроде ничего страшного. Вы уж извините, что так с подарком получилось. Да, все нормально. Марк, можете на секундочку? Я сам. Что, Сережа, ты не понял, ты уволен? Да ладно, хватит шутить-то. Ты меня сейчас не до шуток. Отработаешь от месяца до конца и уйдешь тихо, спокойно, без шума. Прощай. Слушай, Еля, откажешься. О, привет, девчонки. Привет. Привет, Руслан. Слушай, не такое. Кто тебе так? Да, царапина. Пойдем обработаем. Я же говорю, ерунда. Руслан, не спорь, это очень опасно. А вдруг заражение? Тебя подвезти? Идите, я пройдусь. До завтра. Пока. Как самочувствие, Лиза? Да вроде ничего, они вот только что уехали. Вы не переживайте, все домой отпустили, значит все в порядке. Всего доброго. Подождите. А вы ведь смену закончили, как я погляжу? Ну, вроде да. Ну, а давайте я вас подвезу, а то как-то холодно. Меня Сергея, кстати, зовут. Да и правда холодно. Очень холодно. Давайте. Ну, давайте. А меня Настя. Очень приятно. Спасибо. Усыновление, удочерение является приоритетной формой устройства ребенка в семью, при которой юридически закрепляются родственные отношения между ребенком и человеком, или семейной парой, которые не являются родными отцом и матерью. Все права и обязанности усыновленного ребенка приравниваются к правам и обязанностям родных детей. По законодательству один человек может усыновить ребенка, но в нашей стране отдается предпочтение полным семьям. Это же хорошо, когда у ребенка есть папа и мама. Доброе утро! Доброе утро! Здорово, Сергей Сергеевич! Спасибо, что согласились тридцать. Сколько тебе нужно? А Владик раз не искал? Владик сказал, что много, только я не банк. Пятьсот тонн. Да меня на счетчик поставили, если до конца месяца не верну, тогда лямбут должен. Тин, ты все прекрасно понимаешь. Дать тебе деньги в долг, значит их никогда не увидеть. Потому что ты их никогда не заработаешь и мне никогда не вернешь. А на Владика все это вешать мне ой как не хочется. Понятно. А чего тогда мозги мне парите? Да-да, нет-нет. До свидания. Погоди. Подготовь, пожалуйста, бумаги об досрочном расторжении договора с Сергеем Игнатьевым. А что случилось с Марком Анатольевичем? Если хочешь, спроси у него сама. Я не думаю, что он тебе скажет. Хвастаться тут особо нечем. Хорошо. А к какой дате подготовить договор о расторжении? Сергей Сергеевич будет с нами работать до конца этого месяца. Ясно. Я так понимаю, без шумихи? Правильно понимаешь. Могу идти? Да. Маша, ты довольна своей зарплатой? Довольна. Хорошо. Сереж, я тебя ищу. Ты что такая бледная? Приболела что-то? Я только что от князя ему наделел готовить бумаги о твоем увольнении. Он что, все знает? Да, знает. У нас астронава орует, а у нашего барина ни-ни. А про меня не знает? Да выдохни, а то тогда инфаркты недалеко. У меня к тебе будет просьба, ты бумажки-то придержи, ладно? Ты что думаешь, помиритесь? Конечно, помиримся. Мы же лучшие друзья. Марка остынет и все будет. А? Хорошо. Ну, что значит очень устал? Я тоже устала. Я что, должна теперь в маршрутке трястись, что ли? Ладно, жаль картошечку, скоро будем. Здравствуйте, Настя. А это вам. Спасибо. Когда-то вы успели познакомиться. А давайте я вас довезу. Меня очень нужно подвезти. Я думаю, муж сегодня отдыхает, видимо, от своей жены. А потом мы с вами, Настя, пойдем в ресторан. Да, Настя? Ой, нет, я к ресторану как-то не, не, не готова. Там вкусно кормят, не пафосное место. Вам понравится сто процентов, вот точно. Ну, пойдемте. Не бойтесь. Спасибо. Я работаю в строительной компании, зам руководителя. И вот Марк Анатольевич, с которым ты познакомилась, тут несчастный день, и есть мой шеф. Наша строительная фирма является одним из крупных игроков в строительном бизнесе. И Москва расширяется. Так что я не останусь без работы. Я думаю, очень вкусная. Но мне кажется, мне достаточно. Боитесь потерять контроль? Это исключено. Почему? Ну, потому что я врач. Всегда в напряжении мы не имеем права совершить ошибку. Хотя иногда очень хочется почувствовать себя слабой. А почему вы стали врачом? Очень банальная причина. Моей школьной подруге не доехала скорая. У нее была сердечная недостаточность. Они долго ехали и не успели. И вы пошли работать в скорую, чтобы спешить и успевать. Да. Но на деле все оказалось не так романтично. Первые два года я работала на городской скорой. А это, знаете, адский труд, неблагодарный, сумасшедший график. А от врачей, на самом деле, практически ничего не зависит. Да и в личной жизни были проблемы. Вы были замужем? Нет, не была. Были отношения, но они не увенчались замужеством, потому что не каждый мужчина согласится терпеть женщину, которая сутками пропадает на дежурство. Извини. Да, Мария Борисовна. Нет, а не в офисе. Слушай, давай завтра. Спасибо. Извини. Давай выпьем за прекрасную героическую профессию врача. Давай. 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 ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Доброе утро. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Алло. Здравствуйте. А можно вызвать машинку? По адресу... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хотела от меня улизнуть? Нет. Я просто не хотела тебя будить. Там моя домработница вот такой завтрак шикарный приготовила. Пойдем? Я не могу. У меня на работе что-то. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, давай я тебя до больницы довезу. Давай? Сейчас. Посиди в машине, а я мгновенно переоденусь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Где ее носят? Ну, что ты волнуешься? Еще десять минут до начала смены. Я переживаю, пап. Она вчера на джипе с малознакомым мужчиной уехала. Я тоже хорошо уши развесила, хоть бы номера запомнила. О! Ну, вот она. На каком джипе уехала, на таком и приехала. И джип тот же, и одежда та же. Пока. Счастливо. Ой, ой. Ой, вот дает. Всем привет. 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 Извините, что задержалась. Я в рапорте отмечусь и вернусь. Ну? Рассказывай. Как ты докатилась до такой жизни? Ну, тихо ты. Тихо. Я так понимаю, вчера ты сразу к нему домой, да? Ну, почему же сразу? После ресторана. О, ну, конечно. Это совсем меняет дело. Ну, как он? Ну, какой-то необыкновенный. Я с ним очень хорошо и как-то спокойно. Что? Ну, а он у меня номер не спросил. А как ты хотела? Секс на первом свидании – это табу. Любая женщина знает. Вот чем ты думала. А я не думала. Поздравляю. Подожди. Сергей. Слышу, что удивлена. Да, я послушаю. Да, как ты… А все очень просто. Я записал свой номер в твой телефон, и все. Чем занята Милая? А, мы едем на вызов. А когда у тебя обед? Я тебе попозже позвоню, пожелать приятного аппетита. Целую. Целую тебя. Пока. А может, мне все это снится? Угу. Я не знаю. Я чувствую себя рядом с ним, маленькой девочкой. Кошмар. Я влюбилась, по-моему. Я чувствую, я сейчас сама влюблюсь в твоего Сережу, если ты не перестанешь его хвалить. Я влюбилась, по-моему. Я влюбилась. И так-со. Я влюбилась, по-моему, с ней и знала, сколько ты. Я знаю. Я знаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, дорогая, ты готова? Я выезжаю, будет через час. Да, целую. И ты молчала? Я сама пока не верю. А кольцо-то где? Кольцо подарил? Покажи. Вот. Какая красивая Настя. А че не носишь? Счастняюсь. Ты с ума сошла? Надевай. А вдруг я на вызовах его потеряю? Мое на мне и твое не потеряется? Надевай. Все обзавидуются. Сейчас. Я как-то тебя рада. Поздравляю. Спасибо. Я поверить не могу. Настя, ты выходишь замуж. Вы же только познакомились. Что ты предлагаешь? Не торопиться? Ой, лучше поторопиться. Руслан Пятлецину с предложением. Я думала, с ума сойду, пока дождусь. Мужчина, сорок четыре года. ДТП, пилон позвоночника. Давай, первый пирог рацион на его. Ой. Ян, мы смену сдали, вы пошли. Пока. Простите, у меня брат после ДТП. Куда его повезли? Девушка! Вам на второй этаж на лифте, вам там подскажут. Спасибо. Пойдем уже, сердобольная моя. Тебя подвезти? Да не, Русланчик сейчас приедет. Русь, я вышла. Ты где? Скорей, давай, холодная, задубела. Давай, бегу. Дорогая, пока. До встречи. Добрый вечер, Анастасия Петровна. Спасибо. Привет, моя любимая невеста. Анастасия Петровна. Спасибо за цветы. Алина Андреевна. Да, Сергей Сергеевич. Поставьте цветы в вазу, пожалуйста. Конечно. Ужинать будете? Позже, позже, позже. Хорошо. Ну, как ты, моя любимая? Устала? Немного. А вы что, все в порядке? Так, после смены тяжелых привезли и аварии, никак не могу в себя прийти. Ну, Анастасия, ты у меня такой хороший человек, что подмеску в сердце это все принимать нам нужно. Тяжело будет. Угу. Иди отдыхай. Я по работе звоночек сделаю, ладно? Да. Да. Давай. Смертельная авария произошла сегодня в 21 час около поселка Валаево. Вследствие в Гололезнице водитель Мерседеса не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Форд». В результате аварии водитель Мерседеса скончался на месте, его пассажирка… Что-то это, Марка, не могут извиниться, у нас от с ним дела есть, ты ничего. За рулем автомобиля находился известный бизнесмен Марк Анатольевич Князев. Вместе с женой он возвращался с благотворительного аукциона. Князев скончался на сорок втором году жизни. Не может быть. И только что к нам поступила информация, что супруга Князева Ольга и водитель Форда скончались в больнице. У Князевых осталась несовершеннолетняя дочь. А как же Лиза? Я звоню, звоню, дозвониться не могу. А с Лизой кто-то есть дома? Не знаю, няня, наверное… А родственники им сообщили? У них по-моему нет никого. Тогда нужно звонить няне. У тебя есть ее номер? Поехали к нему. Да? Да, да, да. Может, они еще не умерли? Может, не в больнице? Дядя Сережа, можете позвонить в больницу? Лизонька, если бы это помогло, я бы поднял всех врачей на ноги в городе, но, к сожалению, это невозможно. Такая беда в дом пришла, так неожиданно, так несправедливо. Тамара, вы держитесь, а похороны я на себя возьму. Спасибо, Сергей Сергеевич. Хочешь, я тебе чаю сделаю? Настя, ты побудьте с ней, я же сейчас с тем чаю принесу. Сергей Сергеевич, можно вас на минуточку? Да, да, конечно, конечно. Сергей Сергеевич, вы знаете, что у Лизы не осталось никаких родственников? Да, конечно, я знаю. Ну, а как же нам теперь быть? Ведь получается, что про меня у нее никого не осталось. А вдруг в опеке узнают, что она живет со старой нянькой, которая на нее даже прав никаких не имеет. Сергей Сергеевич, конечно, я Лизу никогда не оставлю. Я ее очень люблю, я вырастила ее с младенчества. Но нужно как-то оформить эту опеку. Помогите, Сергей Сергеевич, у меня совсем голова не работает. Няня Тамара, вы не должны переживать за Лизу. Она дочь моего лучшего друга, и я ее, конечно же, не оставлю. Не волнуйтесь. Вы хотели чай приготовить? Да. Вот, с Лизой все будет хорошо. Вы свободны. А вот ты где оказывается. А ты знала, что вот то здание — это наш первый поэт? Любопытно. Сереж, нам нужно созвать совет. Хоть это и формальность, но утвердить исполняющего обязанности должен совет. Дай, я в курсе. Займись. Угу, хорошо. Погоди. У меня к тебе есть просьба. Личного характера. Какая? Я хочу удочерить Лизу Князеву и прошу тебя заняться всеми делами, связанными с опекой. Ну, там, чтобы бюрократический ветер подул наши паруса и документы оформились быстрее. Ты хочешь удочерить Лизу? А чему так удивляешься? Кому, как не мне, удочерять Лизу? И потом мы с Марком были большие друзья. Ну, да. Просто незадолго до трагедии вы поругались и… Ну, как поругались, так и помирились. И потом ты прекрасно знаешь, какой Марк был человек. Вспыльчивый. Вспыльчивый, но справедливый. А потом он просто понял, что никого лучше меня ему не найти. Ну, чего он вспоминает ошибки прошлого? Тем более, я же не сдал тебя, Марк. Хорошо, Сереж, я займусь обоими вопросами. Я могу идти? Да, да, да. Таня, кофе принеси, пожалуйста. Какой-то бесконечно длинный день. Похороны, поминки, решения текущих вопросов. А перед глазами лицо Лизы. Неносимо видеть, как она страдает. Да. Такая маленькая. Такое большое горе. А у нее, кроме нас, никого нет. Страшно подумать, что она будет в детский дом. Милая, я понимаю, ты хочешь своих детей. Они у нас будут обязательно, я тебе обещаю. Просто я Лизу знаю с детства и... Ты хочешь, чтобы мы взяли Лизу к себе? Я думаю, что это самое верное решение. Ты чудо. Мне так с тобой повезло. Что ж, я получила пакет документов и соглашусь, что вы подходящий кандидатура в опекуны. Ну, и простите, наверное, Мария Борисовна забыла уточнить, мы хотим именно удочерить Лизу. Конечно. Но пока вы соберете недостающие бумаги, пока с утра смотрят ваши заявления. Не волнуйтесь, мы все это делаем оперативно. Главный вопрос, который нас волнует с Анастасией, сможем ли мы забрать Лизу именно сегодня. Понимаете, она одна в большом доме, с пожилой няней, вы понимаете? Да, конечно, конечно. Если есть семья, готовая взять ребенка, мы обязаны им помочь. Оформим гостевой режим для знакомства с девочкой. Замечательно. Кстати, о семье. Вам надо зарегистрировать брак? Именно этим мы и собираемся заниматься. Спасибо вам большое. И осталась одна формальность. Надо спросить согласие девочки, захочет ли она с вами жить. Ну, я думаю, что Мария Борисовна все уладила. Разумеется. Но спросить-то надо. Ну, конечно же надо, обязательно. Тем более, что Лизонька меня знает с детства. И с ее папой мы были лучшими друзьями. Так замечательно, Сергей Сергеевич. Давайте сегодня поедем поговорим с Лизочкой. Хорошо. Лизонька, дорогая, сейчас надо определиться с твоим дальнейшим местом жительства. Сергей Сергеевич, Анастасия Петровна предлагают тебе жить вместе с ними. Лизочка, так ты согласна поехать с Сергеем Сергеевичем в его дом? А можно я возьму с собой Тамару? Конечно. И золотую рыбку тоже. Лизонька, ты можешь с собой взять, что хочешь и кого хочешь. Тогда я согласна. Замечательно. Извините, нам пора. Пойдемте. Всего доброго. Тамара, соберите Лизины вещи по минимуму, а за вами и остальными вещами мы вернемся позже. Давайте, давайте, давайте. Да, благодарю вас. Сергей Сергеевич, ваш кофе. Лиза, а хочешь что-нибудь сладкое? Можно. А Инна Андреевна, у нас есть в доме что-нибудь сладкое? У нас нет ничего сладкого. Сахар вреден. Сергей Сергеевич не ест сладости, я их и не готовлю. Мед на столе. Ну, в этот раз можно сделать исключение? Не надо ради меня делать исключение. Лизочка, что-то не так? Да. Вы обещали, что приедет Тамара. Жить не прошло, а ее все нет. Ай, прости, я забыл тебе сказать. Понимаешь, Тамара не сможет приехать. У нее заболел родственник, сестра, что ли, и ей нужно ехать к ней. Вот. Ну, у тебя же с собой есть золотая рыбка. Да? И новость. Лиз. Берлина, я ее очень ждала. Тамара, почему ты не можешь приехать? Деточка моя, твоя семья теперь Настя и Сергей Сергеевич. Будь умницей. Настя, я хочу приехать к Тамаре. Ну, ты же слышала, у нее заболела родственница. Нет, у нее никого. Она всегда говорила, что мы ее семья. Все праздники проводила с нами. А сейчас она просто бросила трубку. Давай попробуем еще раз ее набрать. Можно? Так. Аппарат абонента выключен или находится вне… Я завтра перед работой заеду к тебе домой и попробую поговорить с Тамарой. Хорошо? Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Я за вещами Лизы. Да, да. Она очень переживает, что вы не можете приехать. Ну, я не могу, правда. Я уже и такси вызвала. Домой еду. Вы разве не за больной сестрой ухаживаете? Да, за сестрой. За сестрой. Или у вас нет сестрой? Сергей Сергеевич сказал, что больше он в моих услугах не нуждается. Я собрала вещи Лизы. Они в чемоданах в спальне. Как же так мы уже договорились? Спросите Сергея Сергеевича. Я думаю, у него на Лизу свои планы. А тут старая тетка. Дорогу ему попыталась прийти. В каком смысле? Я когда-тогда только заикнулась об опеке, он… Хотя он аж побелел весь. Все-таки Лиза унаследовала состояние своих родителей. Это огромные деньги. Князев были очень богаты. Нет, нет. Нет, Сережа любит Лизу. Она дочь его друга. Ну, друзьями они, может быть, и были. Но вот совсем недавно у них случился конфликт. Какой конфликт? Марк Анатольевич уличил Сергея Сергеевича в воровстве. Как воровстве? Да ну, может, это… Может, это ошибка какая-то. Извините. Анастасия Петровна, там такси подъехала? Это за мной. Спасибо. До свидания. Давайте я помогу. Спасибо. Мои вещи. Помогите, пожалуйста. До свидания. Настя. Берегите мою Лизоньку. Мама, я Сережа почему-то обманул. Вот я так и знала, что что-то нечисто будет. Он был женат, дети есть? Нет, не настолько все серьезно. Просто он отказался от услуги Тамары, и мне сказали, что у нее заболела родственница. А кто такая Тамара? Тамара – это мнение Лизы. Помнишь, мы видели ее в доме в Князевых? Да? И это все? Нет. Еще Тамара намекала, что Лиза нужна Сереже только потому, что она наследница большого состояния. И что Сережа с Князевым много ругались до аварии. А потом он стал лучшим другом семьи и главным прецедентом и опеком. Сейчас поторопитесь, вызов. Идем. Да-да-да, Ян, бежим. А ты хорошо знаешь эту Тамару? Да нет. Видела ее, пора раз. Мне кажется, она сама надеялась стать паконом Лизы, и очень расстроилась, что Сергей ее обскакал. Да ну, Лиза ее очень любит. Да еще бы! Если бы Лиза ее не любила, Тамара лишилась бы работы. Ребенка к себе привязать проще простого. Я думаю, Сергей лучше тебя ее знает. Если не взял на работу, значит, были причины. Поговори с ним, Настя. Просто поговори на чистоту. Я думаю, он все тебе объяснит. Ты права. Погнали, мы опаздываем. Полина Андреевна, а что у нас сегодня на обед? Запеченный карп и суфлей шпината. Нравится? По мне так это все одинаково, невкусно. А что ж тебе вкусно? Пленчики, порошки с яблоками. Тамара их так вкусно готовила. Это очень печально, что тебе все это нравится, так как ничего из этого я не готовлю. А мы пойдем сегодня гулять? Мне некогда гулять, Лиза. У меня очень много дел по хозяйству. А ты иди вон во двор погуляй. Большая уже девочка. Привет! 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 Я решил тебя встретить. Соскучился ужасно. Заходи. Сереж, а почему ты мне сказал, что отказался от услуг Тамары? Мы утром с Владом заезжали к Князевым забрать вещи Лизы. И Тамара была очень расстроена, что он не может остаться с ней. Сергей Сергеевич сказал, что больше он в моих услугах не нуждается. Уж так мы уже договорились. Я думаю, у него на Лизу свои планы. Нет, нет. Нет, Сережа любит Лизу. Она дочь его друга. Вот совсем недавно у них случился конфликт. Какой конфликт? Поговори с ним, Настя. Просто поговори на чистоту. Я думаю, он все тебе объяснит. Ты права. Привет! Привет! Я решил тебя встретить. Соскучился ужасно. Давай, заходи. Сережа, а почему ты мне сказал, что отказался от услуг Тамары? Ты с ней говорил? Да. Мы утром с Владом заезжали к Князевым забрать вещи Лизы. И Тамара была очень расстроена, что не может остаться с ней. А еще она уезжала не к родственнице, а к себе домой. Ну, потому что для меня интересы Лизы важнее, чем интересы Тамары. Ну, представь, ну, если б я Лизе сказал, что не могу взять ее любимую няню, ну, конечно же, она обиделась бы. А почему ты не можешь взять ее любимую няню? Ну, Стюш, ну подумай со мной. Откуда она, в общем, Тамара? Они с Полиной Андреевной точно бы не ужились бы. И потом Лизе нужно привыкать к новой жизни, а не цепляться за старую, где у нее осталась одна только боль. И потом, я думал, что мы для Лизы станем новой семьей. Понимаешь? И поможем пережить эту трагедию. Понимаешь меня? Ну, ты прав. Что-то еще? А с Пняземом вы часто ругались? Конечно! Мы даже не ругались, мы спорили. И в споре рождается единственное верное решение. И бизнес есть бизнес. Но он на дружбу с Марком это никак не влияло. У тебя еще какие-то вопросы есть? А? Нет. Прости меня, пожалуйста. Мы должны доверять друг другу. Угу. 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 Лиза. Привет. Привет. Полина Андреевна сказала, что ты уже поужинала. Да. Понятно. Так. Чего ты грустишь? Ну, она принесла мне ужин в комнату. И сказала, что ради меня не будет накрывать стол. Знаешь, когда мы жили с мамой и папой, мы всегда узнали вместе. Вместе с Тамарой. Знаю. У нас с мамой тоже была традиция ужинать вместе. А несколько лет назад мама не стала. Я долгое время ужинала одна. А папа? А папы у меня не было. Как? Ну, в смысле он был. Просто они с мамой разошлись, когда мне не было еще и года. Я даже не видела его ни разу. Не представляю, как это. Не знать своего папу. Да. Ты, похоже, была папина дочка. Настя, ты что? У папы в кабинете осталось. У меня есть с ним фотографии. Мне бы очень хотелось ее забрать. Конечно. Я обязательно скажу дяде Сереже, и он ее заперет. А что у нас сегодня на ужин? Рыбу на пару и какие-то овощи. Ты не любишь овощи? Ну, люблю, но мне больше нравятся блинчики. Ах, блинчики. Попроси, Полина Андреевна, она тебе приготовила. Я уже просила. Она говорила, что это вредно, и вообще она их не готовит. Ты знаешь, мне кажется то, что я ей мешаю постоянно, и она меня как-то недолюбливает. Просто она не привыкла, что в доме есть дети. Но я уверена, пройдет время, и вы с ней подружитесь. Найдете общий язык, и я уверена, что все наладится. А вообще, знаешь что, завтра у меня выходной. Поэтому мы с тобой можем вместе приготовить блинчики. Правда? Ну, правда, конечно. Да? Да. Договорились? Ну, все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 На повестке дня это утверждение кандидатуры исполняющей обязанности генерального директора. Да, в отсутствие генерального директора исполняющего обязанности является его первый зам, но нам нужно оформить это решение протокола. Мы в курсе, устав компании знаем, но у нас возник другой вопрос. После смерти Князева завис контрольный пакет акций. Без него невозможно принять ни одного важного решения. Вы абсолютно правы, и я плотно занялся этим вопросом. Как мы все прекрасно знаем, дочь Марка Елизавета осталась совсем одна. Я не могу оставить девочку на произвол судьбы, и поэтому, как друг семьи, ближайший друг семьи, я собираюсь удочерить Лизу. То есть вы получите полный контроль над компанией? Мария Борисовна, давайте закончим протокольный час. Сергей Сергеевич нас вполне устраивает как руководитель. За долгие годы мы смогли убедиться в его эффективности на посту за мной. Третьей компанией будет лучше, если контрольный пакет не уйдет в чужую роль. Да, подпишите, пожалуйста. Прошу. Сергей Сергеевич, вы надеемся, вы будете держать на скорости всех событий? Конечно. Прошли. 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 Я отпустила Полину Андреевну к подруге и решила сама приготовить ужин. Вкусно пахнет, вкусно. А еще мы утром с Лизой сами готовили блинчики. А сейчас уже почти готова к курица. Ты не против пока, Полина Андреевна? Нет, мне немного отдохнем от здоровой пищи. Я съем все, что ты приготовишь. Очень красиво. А по какому поводу? Я сегодня ездил в ЗАГС. И мне там сказали, что нас на следующей неделе могут расписать. Так быстро. А ты что, передумала выходить за меня замуж? Нет, я просто, просто не понимаю, почему мы так торопились. Милая, ну ты же сама слышала, что сказали в опеке, что нужно не тянуть с этим делом, чтобы удочерить Лизу. Но это же не только из-за Лизы. Ну, конечно. Женюсь я, потому что люблю тебя, но просто для Лизы мы делаем это немножечко быстрее. Ну, в опеке же сказали, что для начала достаточно просто оформить опекунство. Это проще и быстрее. Зачем сразу удочерять Лизу? Ну да, для того, чтобы забрать Лизу, опекунства достаточно. Но для того, чтобы иметь возможность управлять компанией, которая ей досталась от отца, нужно удочерение. Дело же не только в компании. Настенька, эта компания мне очень дорога. Я в ней, можно сказать, прям с основания. И я пахал больше, чем Марк. И я не могу позволить, чтобы компания досталась человеку с улицы, и он там все развалил, и оставил Лизу без гроша. Марк бы это мне просто не простил. И все, что я сейчас делаю, это только для тебя и для Лизы. Ты действительно думаешь, что Лиза будет лучше у чужих людей или в детском доме? Нет, я так не думаю. Прости. Прости. Привет. Так вкусно пахнет. Да, вкусно. Курица уже почти готова. Так что давайте-ка садиться ужинать. Давайте. Я тебе, Лиза, обещаю, я расширю компанию и увеличу капитал. Так что ты сможешь заниматься всем, чем захочешь. Хочешь быть актрисой? Пожалуйста. Хочешь заниматься вокалом? Пожалуйста. Дядя Сережа и компания будет работать для тебя и на тебя. Но я не хочу ничего не делать. Папа всегда мне говорил, что надо всего добиваться своим трудом. И я хочу быть как он. Когда я вырасту, я буду управлять компанией. Хорошо. Договорились только после 18 лет. Кстати, когда я пойду в школу, друзья звонят и спрашивают, а я не знаю, что ответить. Лиза права. Ну вот в чем она права? Сейчас школа не самый лучший вариант. Лизу-то могут травмировать излишним вниманием, излишними вопросами. Нет. Я договорюсь с лучшими учителями, и они будут приезжать сюда, чтобы ты, Лиза-Ника, не отстала от школьной программы. А после Нового года ты пойдешь в школу, которая находится рядом с домом. Или же поедешь учиться за границу. Я не хочу за границу. Ну, не хочешь? Хорошо. Только на двом месте я был бы счастлив, потому что в моем детстве такой возможности не было. Ну, что ты загрустила? А хотите, поедем куда-нибудь развеемся, там, не знаю, игровые центры, батуты, каток. Выбирайте. Ну, ладно, не хотите, как хотите. Давайте мы проведем выходные здесь. Ну, что может быть лучше родных сетей? А? Да. Нет? А? Что скажешь? Открытие. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ты, ты, ты. Настя! А? Немного стыдно. Чего это тебе стыдно? Ну, потому что я веселилась. Нет, ты этого стыдиться не должна. Твоя жизнь, она продолжается. Я уверена, что твои родители больше всего хотели бы, чтобы ты была счастлива. Слышишь? А дядя Сережа даже забавный. Да, мне кажется, нам обеим с ним очень повезло. Ты чего звонишь? Я тут услышал, что Князев погиб. Нам, наверное, надо встретиться. С чего это вдруг? Узнаешь. Ты где? Жду тебя в твоем офисе, шеф. А зачем ты туда приехал? Хочу оценить размах и размер своих дивидендов. Сереж, я на смену. Я сейчас буду. Что случилось? Все хорошо. Мне нужно в офис срочно. Подожди меня, ладно? Я переоденусь и не приду. Пойдем. Добрый вечер, Сергей Сергеевич. Пойдем. Добрый вечер, Сергей Сергеевич. Ладно, подожди. Лиза просила фотографию забрать. Давай вернемся. Не вопрос. Спасибо. Привет, Игорь. Это невеста Сергея Сергеевича, ей нужно подняться к шефу и кое-что забрать. Знаете, куда идти? Нет, я не была здесь. Поднимайтесь на одиннадцатый этаж, налево, налево и до конца, а там не забудетесь. Поняла. Спасибо. Анастасия Петровна, я тогда в машине подожду. Да, да, хорошо. Нехорошо обмануть своих партнеров, Сергей Сергеевич. Ты чего не сидишь? Какие партнеры? Ну, ты же меня в темную использовал. Начальника своего убил. Сам встал на его место. А знаешь, я в принципе рад, что ты стал главным. Но есть один маленький нюанс. Ту работу, которую я сделал, ну, за нее нужно платить другие деньги, а не ту мелочь, которую ты мне бросил. Я тебе заплатил столько, сколько ты просил. И не надеюсь, получить больше. Да? Интересно, а что на это ты скажешь? Ты же в машину лихо водишь. Подрезать сможешь? Ну, допустим. Что мне это умеет? Ну, вот, получится и 500 штук, когда окажешь мне услугу. А услуга такова. Нужно подрезать одну машинку, чтобы наверняка, чтобы насмерть. Сделаешь – получишь деньги. Блин, таким я точно не занимаюсь. Ладно, там лоха какой-нибудь на деньги развести, чтобы на тот свет управлять. А тебе риска никакого. Никто никогда не докажет, что это сделано специально. Никакой шумихи не будет, потому что я этого не допущу. Заду деньги сразу на руки. А в машине кто будет? Надя – не хороший человек. От совести своей не беспокойся. Он это заслужил. Деньги готовить? А как я найду его? Я тебе все сообщу. Рука? А еще 500 накиньте. Ну, ты же не хочешь, чтобы эта запись к ментам попала, тебя за решетку посадили. Ну, поэтому, думаю, надо обновить расчет. Пошел вам. Да ладно, ладно. Я понял. Стой! Хорошо, я заплачу, если я дашь на запись. Ну, ляма запись твоя. А дай гарантию, что еще одна запись идет. Ну, масштабный партнер. Чуть бы не искал сообщник. Когда я деньги получу? На следующей неделе. Настенька, привет! А, ты что здесь делаешь? Сереж, я заблудилась. Лиза просила забрать фотографию с папы из кабинета. А-а-а. А покажешь, где это? Конечно. Пойдем. Пойдем. Лиза сказала, что фотография на столе. Угу. Эта? Наверное. Она как-то не к месту здесь была, так что… Да, я понимаю. Пойдем? Да. Ты иди, я догоню. Ты почему чужих пускаешь? Извините, Сергей Сергеевич, у вас сказал, что это ваша невеста. Это не значит, что она может гулять по офису, как у себя дома. Виноват. До свидания, Сергей Сергеевич. Пока, милая. Я буду скучать. До завтра. Угу. Угу. Я ему говорю, Руслан, если еще раз такое повторится, я с тобой разведусь. А он с… Наш, ты чего? Девочки. Девочки. Маш, что случилось? Что? Настя. Что такое? Что? Он чудовищ. Настя. Настя, надо делать ноги. А что ты мне предлагаешь? Оставить Лизу одну с убийцей? Ну, а кто тебе эта девочка? Еще недавно ты ее совсем не знала, а теперь готова ради нее рисковать. Это не твой ребенок, Настя, не твой. Да, это не мой ребенок. А теперь получается, что вы вроде бы как и мой. Потому что кроме меня и никто не поможет. Чего ты боишься, я не понимаю? Я боюсь того, что он поступит с ней так же, как с ее родителями. Это он сейчас с Полинки сдувает, потому что ему надо удочерить ее. А что дальше будет, мне даже представить страшно. Кошмар какой-то. Так, ладно. Сейчас самое главное мне придумать, как доказать его причастность к аварии. Ты детективом решила стать. А у меня выбор есть? Есть, конечно. У меня муж полицейский, ты забыла? Руслан за мной заедет и спросим, как нам быть. Что-нибудь придумаем. Ну, ты влипла, конечно. Свет, сделай чеку. Так что он мне делает, Руслан? Я в полицию могу пойти? Ну, в полицию нужно идти с доказательствами, а у тебя только слова. Слова к делу не пришьешь. Для начала нужно найти материалы дела по аварии. Вдруг у них есть какая-то зацепка. Ну, ты сможешь их достать? Ну, как я их достану? Что я им скажу? Русь, ты должен ей помочь. Девчонки, да вы чего? Не имею к этому делу никакого официального отношения. Хорошо, ладно. Кому могут дать материалы дела? Ну, сторонам по ДТП потерпевшим. У Князева нет никаких родственников их. Можно было бы признать потерпевшими. Нет. Поэтому Сергей и затеял всю эту аварию. Чтобы дочерить Лизу и завладеть компанией Князева. Ну, тогда извините этот дохлый номер. Свет, ну я правда не могу ничем помочь. Нас руководство сейчас гоняет. Какие-то проверки идут. Слушай, Свет, ты помнишь, мы в тот день в коридоре встретили мужчину? Он брата искал. Да. Вот. Значит, он родственник. Да. А если он родственник, то у него должны быть материалы дела по ДТП. Правильно? Правильно. А, соответственно, в нашей больнице должны быть его контакты. Правильно? Да. Я пошла искать. Ну, вот с этого и надо было начинать. Спасибо тебе, дорогой муж. Без тебя бы мы не справились. Да хватит. Привет, Яна. Привет. Привет. Привет! Привет. Привет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Виктор? Виктор. Чем могу помочь? Меня зовут Настя. Я хотела поговорить с вами об аварии, в которой погиб ваш брат. Так, понятно. Мы могли бы встретиться? Слушайте, журналисты, оставьте меня в покое. Нет, я не… Здравствуйте, это я вам звонила. Меня Настя зовут. Слушайте, я вам по телефону все сказал. И мой брат, и виновник аварии погибли. Ставьте меня. Ставьте меня в покое. А если я вам скажу, что виновник аварии жив и здоров? И прекрасно себя чувствует. И я нужна Сергею только для того, чтобы уточрить Лизу. Как только он это сделает, он сможет завладеть компанией. И вот теперь до нашей свадьбы остается совсем немного времени. Если я не успею доказать причастность Сергея к аварии, то, скорее всего, он убьет. И меня, и Лизу. А ко мне вы зачем пришли? У вас есть материалы дела. Нет у меня никаких материалов. Как нет? Ну, так нет. Мне в этом деле все было ясно. Виновник аварии погиб. Что мне было еще выяснять? Брата этим не вернешь. Извините. Я… Я просто была уверена, что у вас есть материалы дела, заключения, экспертиз. Простите, пожалуйста. Да. Да, Сереж, я после дежурства заехала к Свете. И скоро буду ехать домой. Да, пока-пока. То, что вы в его доме живете, это не опасно? А у меня нет других вариантов. Находясь там, я имею единственную возможность хоть что-то узнать. Ну, хотите, вместе в полицию съездим, возьмем эти материалы. Там Лиза дома одна. Мне нужно ехать. С вами возможно связаться по тому номеру, с которого вы мне звонили? Да. Только если вдруг трубку возьму, не я, представьтесь, пожалуйста, старшим врачом. Лиза, ну что, расскажи теперь мне, пожалуйста, о своей семье. Лиза, ну что, расскажи теперь мне, пожалуйста, о своей семье. Хорошо. Подожди, вы жили или вы живете? Какое время? Эй, ты чего? Настя, забери меня отсюда. А что случилось? Ну, я просто попросила Лизу рассказать о своей семье. У нас недавно погибли родители, и об этом еще тяжело говорить. Извините, но мне никто не сказал. Ничего страшного. А давайте мы просто на сегодня закончим. Да, хорошо. Конечно. До свидания. До свидания. А что, ты в порядке? Просто не знала, что там рассказать. Семья, которой уже нет, или о вас, дядя Сережа. Давай мы с тобой просто об этом сейчас забудем. Давай. О, смотри, что у меня есть. Спасибо большое. Ты моя хорошая. Полина Андреевна. Полина Андреевна. Да. Я заметила, что у вас с Лизой как-то не складываются отношения. В смысле? Лиза чувствует, что она вам в тягости. Вы не могли бы, когда нас нет дома, уделять ей немного больше времени? Извините, Сергей Сергеевич, но я нянькой не нанималась. Я готовлю, убираю, а вести задушевные разговоры, это, знаете ли, не мое. Я уже много лет живу одна, детей у меня нет, вы знаете, и я не привыкла с ними. Она ребенок, который в свои десять лет пережил страшную трагедию. Вы не можете найти полчаса в день, чтобы с ней поиграть? Я тоже росла без родителей. И никто со мной не нянчился. Если я перестала вас устраивать, я могу уволиться. А вы можете взять вместо меня Лизину няню, по которой она так скучает. Нет, 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 ни в коем случае. Вы знаете, что я придумал? Я повышу вам зарплату. Ну что ж, это справедливо. Ну вот и чудно. Ну вот видишь, ради тебя Лиза и готов на все. Спасибо. Полина Андреевна, зовите Лизу к ужину. Хорошо, Сергей Сергеевич. Сейчас я поиграл. Это нормально, мы не можем. Приобрал. Время! Желез. Ух. Повергай. Ух. 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 Сережа, я два дня не спала. Я очень устала. Сейчас твоя усталость как руку снимет. Субтитры сделал DimaTorzok Настя, доброе утро. Я был в полиции. Забрал материалы. Хорошо, я поняла. Скоро буду. Я вас дома дождусь. Пока. Куда ты собралась? На работу. Настя, ну ты ж сегодня выходная. Ну какая работа, а? Срочно попросили подменить врача. Ну они что, никого другого не могут найти, чтобы подменить? Сереж, нам говорят, мы едем. У нас как-то не принято спорить со старшим врачом. Ну хорошо. Увидим. Доброе утро. Доброе утро. Привет, малыш. Приятного аппетита. Спасибо. А ты куда-то уходишь? Да. Срочно вызвали на работу. Надо бежать. Я думала, ты выходная. Прости, я никак не могу остаться. Но Полина Андреевна может пойти с тобой погулять. Да, Полина Андреевна? Ну конечно. Мы обязательно с тобой погуляем. Сходим в парк. Покатаемся с горки. Как только у меня будет ближайший выходной, мы с тобой обязательно сходим в кино. А потом пойдем, поедим мороженое. Хорошо. Вот и здорово. Я тебе желаю хорошего дня. Спасибо. Пока-пока. Пока. Пока. А я хочу за тобой поухаживать. Спасибо. Ничего не забыла? А поцеловать. Владик уже ждет. Да. Пока. Пока. Доброе утро. Доброе утро. Вкусные сырники, Лизонька? Да. Может быть еще варенье или мед, да? Нет, спасибо. Я уже наелась. Сергей Сергеевич, кофе? Да. Да. Что-то я за Настю переживаю. Почему? А ты разве ничего не заметила? Нет. Она в последнее время какая-то расстроенная. Настя, тебе ничего не говорила? Нет. Может, это из-за работы. У меня племянница работает на скорой. Так это адский труд. Колоссальная ответственность и нервное напряжение. Муж не выдержал. Ушел. Анастасия Петровна работает на скорой причастной клинике. Это совсем другое. Лизонька, а это ты поставила сюда фотографию с папой? Да. А вам не нравится? Я думаю, вы не будете против. Конечно, конечно. Все хорошо, Лизонька. Настенька, привет. Аль, ты что здесь делаешь? Сереж, я заблудилась. Лиза просила забрать фотографию с папой из кабинета. Эта? Наверное. До свидания, Анастасия Петровна. Хорошей вам смены. Э, нет. Это старая докторская примета. Только стоит пожелать хорошей смены, и она обязательно будет очень тяжелой. Ну, надо же. Я не знал. Извините. Мне страшного. Хорошего дня. До свидания. Здравствуйте. А можно такси заказать? Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей Сергеевич. Игорь, кинь и записи с камеры видеонаблюдения. С какой? В коридоре у кабинета руководителя. Будет сделан. Доброе утро. Вы очень рано позвонили. Пришлось... Пришлось сделать вид, что меня срочно вызвали на подмену. Извините. Я думал, он уже уехал на работу. В среднее время Сергей раньше одиннадцати в офисе ездит. Он же теперь большой босс. Чай, кофе? Нет, спасибо. Вам удалось достать материал с делом? Да. Вызывали, Сергей Сергеевич. Поедешь в больницу. Отведешь Анастасия Петрова не обед. Какой? Любой. Только скорее. Стой. Из больницы мне позвонишь. И передашь Насте трубку. Понял? Все сделаем. Понял. Странно. На машине должен был остаться след, когда ее подрезали. Но в заключении, в экспертизе нигде об этом не сказано. Не обязательно. Можно подрезать и без касания к машине. Понятно, что это сложнее, особенно так, чтобы машина навстречу вынесла. Но в принципе, возможно. Эксперт мог не заметить? Может. Это надо у эксперта выяснить. А где заключение? Так. Ну, вот. Есть фамилия. Сейчас. Руслан, привет. А поможешь организовать встречу с экспертом? Мы знаем фамилию. Девушка. Здравствуйте. Подскажите, где я могу найти Анастасию Петровну Ларину? Она сегодня выходная. А, это я знаю. Но ее сегодня на замену вызвали. Она, наверное, на вызове сейчас, да? Сегодня все на месте. Никто Анастасию Петровну не вызывал. Точно? Извините. Да. Алло. Сергей Сергеевич. Слушайте, тут такое дело. Говорят, что Анастасия Петровна сегодня на работу не выходила. Как не выходила? Ты же сказал, что отвезла утром в больницу. Ну, да. Я ее около входа высадил. Она в больницу пошла. Я в офис поехал. Возвращайся. Ладно. Всем привет. Привет. Руслан. Виктор. Петр Николаевич, он проводил экспертизу по ДТП. Петр, очень приятно. Виктор и его брат был во второй машине. Извините. Да, привет. Ты где? На работе. На работе? А что на звонки не отвечаешь? Ты же не в таге работаешь? Я соскучился. Мил, прости. Весь день на вызовах. Реально ни минуты свободны. Не сердись. Ладно. Когда дома будешь? Как обычно. Ну, все. Меня зовут. Пока-пока. Пока. Ваш кофе, Сергей Сергеевич. Спасибо. Виктор Николаевич, я не могу сказать, что машина у Князева подрезали. Ну, в принципе, конечно, есть. Только установить это проблематично, доказать еще сложнее. Нужен как минимум свидетель. А еще лучше видеозапись. Ну, в материалах дела у меня этого ничего нет. Значит, на месте аварии видеокамер не было. Этого я утверждать не могу. Я физически не в состоянии ездить по всем ДТП и смотреть, были там камеры или нет. Моя задача была выяснить, были ли в авто неисправности. Их не было. Значит, авария произошла по вине водителя. А на машине Князева не было следов касания? Ну, вы видели эту машину? Там такие повреждения. Очень трудно найти какие-то следы. Не вы их наскали? Нет. Ну, никаких оснований у меня для этого не было. Ну, ребят, я, наверное, больше вам помочь-то ничем не смогу. Мне густо, конечно, у вас информация. Мягко говоря. Ну, чем богатые. До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я тоже, наверное, поеду. Не отчаивайтесь. Работаем дальше. На связи. Спасибо. Ну, вот. Я завтра поеду на место аварии. Буду искать камеру. Я с тобой тогда. Только отгул на работе возьму. А где Лиза? А где Лиза? Сына Андреяна гуляет. Как дела на работе? Как всегда, сумасшедший день. Угу. Ты забыла. Я торопилась утром. Прости. Хочешь спешное видео посмотреть? Давай. Давай. Угу. Так. Включай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты забыла. Я торопилась утром. Прости. Хочешь спешное видео посмотреть? Давай. Угу. Так. Включай. Что ты слышала? Ничего. Я услышала, что вы ругались и мне стало страшно. Я убежала. Ой, врешь, а? Ой, врешь. Ты слышала все, да? А я-то думаю, что-то такое в последнее время странное какая-то. Кто еще знает? Никто. Ну, и с подругой-то поделилась. Я никому ничего не говорила и говорить не собираюсь. Пожалуйста, просто отпусти нас с Лизой, мы уйдем и все. Я не могу. Отпустить тебя и Лизу? Э, нет. Так не пойдет. Ты, милая моя, выйдешь за меня замуж. Я удочерю Лизу и только после этого я посмотрю на ваше поведение, я, может быть, вас отпущу. Финансово, конечно же, я вас обеспечу, но не дай бог ты проговоришься Лизе. Ясно? Ясно? Ясно. А пока я не удочерил Лизу, ты будешь изображать счастливую невесту и каждый день говорить о том, какой дядя Сережа хороший, как нам повезло с дядей Сережей. Лиза не должна ни о чем догадываться. Ты же не хочешь себя винить, если с ней что-то произойдет, да? И еще, если ты вдруг захочешь пойти в полицию, вот вдруг я тебя за собой потяну, так как у нас совместный план. Мне компания, тебе бабло и красивая жизнь. Тебе никто не поверит. Поверит. Не каждая баба согласится сразу выйти за первого встречного мужика, за что у тебя есть свой интерес. Мы понимаем друг друга? У меня только один вопрос. А почему я? Ты же мог взять и жениться по расчету. Почему именно я? Да. Не выгодно. Такой брак подразумевает, что я должен ввести в курс партнера, с ним делиться. Я-то не хочу делиться. Ну, кроме своей любви, конечно. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Ты взрослая девочка и знаешь, как себя вести и сейчас. Когда они вернутся с прогулки, мы все будем изображать счастливую семью с улыбками. Понятно? Приятного аппетита, милая. Все в порядке? Все хорошо. Что, невкусно? Извините, у меня что-то нехорошо. Вашей невесте не угодит, Сергей Сергеевич. Ну, видимо, ей не здоровится. Мне забрать тарелку или оставить? Да, конечно. Мы же никого не заставляем. Конечно. Что с Настей? Все в порядке. Ешь мило. Я бы не посмотрел. Лиза, сядь, доешь свое блюдо. Настя сама к тебе спустится. Как сегодня английский? Что-то рано ты легла, милая. Иди, пожелай Лизе спокойной ночью. И выражение лица сменеет. Ты заболела? Нет. Я просто очень волнуюсь перед свадьбой. Почему? Ну, как почему? Все невесты волнуются перед свадьбой. Это очень важный день в жизни каждой женщины. Мы делаем выбор. Наберем человека, с которым мы собираемся прожить всю жизнь. Но ты же выбрал дядя Сережу. Ну, скорее, ты дядя Сережа выбрал меня. Ты же его любишь? А можно я завтра поеду к Денису? К Денису? А Денис это кто? Ну, это мой друг. Мы с ним в детского сада дружим. Я завтра скажу это от Сережи, он разрешит тебя отвезти к твоему просто другу. Хочу музыку послушать? Поднимайте настроение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пойдем спать. Я не буду спать с тобой в одной постели. Ну, придется. Понятно. Настя, ну, не сердись. У тебя не идет море лицо. Выбери руки. Вот только не надо из-за меня делать чудовище. Когда на кону такие деньги, действуют абсолютно другие правила. И Марка-то и не знала, чтоб его жалеть. Он был далеко не ангел. И не оставил мне никакого выбора. Пожалуйста, я не хочу это слушать. Настя, ну, брат. Настя, ну, ты мне нравишься. Ты меня устраиваешь. Помнишь, устраиваешься как женщина и как жена. Я вообще рад и удивлен, что у нас тут все складывается. Ну, чего ты понимаешь? Ну, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Если ты при меня дотронешься, я закричу. Боже, какие мне нежные. Не знаю. Свет выключи. Будьте хорошей девочкой. А? Владик! Анастасия Петровна едет на работу. Иду. Полина Андреевна, спасибо за кофе. Лиза хотела поехать сегодня в гости к другу. Владик отвезет ее к часу. Я не против. Отойдет тебя на работу, вернется за Лизу. Не обязательно гонять. Владика туда-сюда. Можем ехать. Настя. Приследи, чтобы Анастасия Петровна заступила на смену, потом вернем, что за Лизой. Понял? Понял, что сделали. Давай. Так. И что это за друг такой? Может, лучше он к нам приедет? Мне надоело постоянно сидеть дома. Ко мне даже учителя на дом приходят. Денису родители купили щенка, и я очень хочу на него посмотреть. Даже если вы мне запретите, я все равно убегу. Хорошо, хорошо. Только не злись. Я же не против. Только поедешь с Полиной Андреевной. Да мне все смеяться будут. Ну что, Тамара, это же ты ездила? Ну, Тамара хорошая. А Полина Андреевна, она скучная. С ней даже говорить не о чем. Вы сегодня какая-то задумчивая, Анастасия Петровна. О свадьбе мечтаю. Да, понимаю. Столько проблем. Кстати, а вы где вчера были? Ну, Сергей Сергеевич вас потерял. Думал, что вы на работе, а у вас, оказывается, выходной. Ты знаешь, Владик, я и сама забыла. Да. Приехала и забыла, куда приехала. Пришлось пройтись по магазинам, к Свете в гости сбежала. Так. Давайте я вас провожу. А что, Сергей Сергеевич боится, что я снова исчезну? Ну, наверное, да. А, ладно. Пойдем. Да, не приезжай. По мной следят. Я… Я возьму отгоду и сама приеду, как только смогу. Давай, пока. Так. Привет. А вызов задержали. Ты как? Очень плохо. Что случилось? Он узнал, что я слышала его разговор с исполнителем. Как? Камеры в офисе. Видимо, что-то заподозрил и решил проверить. Нет, я думала, он меня убьет, если честно. Он меня никогда не отпустит. Ни меня, ни Лизу. Привет, девчонки. Привет. Настя, надо что-то делать. Давай, может, я позвоню Руслану, пусть он прижмет его как-нибудь. В чем здесь Руслан? Он сам нам сказал, что у нас нет никаких улег, и мы этим Сергея только испугаем. Он мне предложил мировую. Какую? Я буду изображать его счастливую невесту, жить с ним, потом выйду за него замуж, и мы удочерим Лизу, и тогда он нас отпустит. Гениальная сделка. Он отпускает Лизу, оставляя себе все ее наследство. Я правильно понимаю? А почему здесь наследство, Света? Я думаю сейчас о том, как нам вырваться. Я понимаю. Ну, что ты решила? А он мне варианты немного оставит. Слушай, Настя, а это ваша мировая подразумевает исполнение супружеских обязанностей? Пости. И просто разряжай обстановку. А это что здесь делает? А это Сергей попросил Влада проследить, чтобы я поехала по вызовам. Вот урод, а! Света, мне нужен откол. Мы договорились с Виктором поехать на место аварии. Настюш, ну это к Любове Григорьевне. Я-то чего. Но она сегодня не в духе, я предупреждаю. Светик, родненький. Ну, придумай что-нибудь. У меня голова не соображает уже. Так. Старое студенческое средство. Пару капель. Давление немножечко повысится. И я схожу за Любовью Григорьевной. Ты серьезно? А то! Добрый день. Надеюсь, ничего серьезного. Добрый день, Сергей Сергеевич. Мне хотелось бы согласовать с вами время осмотра дома. Мне нужно составить акт об условиях проживания Лизы. Да, конечно. Только у вас есть мой номер, и мы спокойно могли это обсудить по телефону. Конечно. Но у меня есть кое-что, что я хотела бы сказать вам лично. Послезавтра вас устроят? Да ради бога. Что вы хотели сказать? Дело в том, что появился еще один кандидат на дочерение Лизы. Кто? Ну, понимаете, нам не положено говорить. И так я сказала больше, чем нужно. Кто? Вы же прекрасно понимаете, что Лизоньке будет лучше жить с человеком, которого она хорошо знает, то есть со мной. Конечно. Но я же не могу ему запретить собирать бумаги. Шаховцов Анатолий Евгеньевич. То есть вы получите полный контроль над компанией? Человек семейный, с достатком. Недавно у них в семье родился ребенок. Ну, я его очень хорошо знаю. Это один из акционеров компании. Спасибо вам большое и ждем вас у себя дома. Всего доброго. До встречи. До свидания. Что-то ей не хорошо, Любовь Григорьевна. Ведьма давление резко подскочила. О, да уж. Надо сделать ей укол. С таким давлением можно и до дома не доехать. Света, отойди в машину. Сейчас я тебе замену пришлю из пациента. Настенька, выздоравливай. Хорошая смена, Анастасия Петровна. Извините, забыл. Хорошего дня. Ну, поехали. Я закрою. Я закрою. Привет. Все нормально? Да, сейчас пройдет. Давай-ка я тебе чай сделаю. Анастасия Петровна. Он все узнал. И что он сказал? Что он мог сказать? Угрожал, конечно. Но я ему нужна. Мы уже подали документы в ЗАГС, а вторую такую идиотку он не найдет. Да и в опеке меня видели. Так что без меня Лиза не сможет удочерить. Оказалось, притвориться счастливой невестой. Да так, чтобы Лиза ни о чем не догадалась. Ты понимаешь, что тебе больше нельзя там оставаться? Давай не будем терять время и поедем на место аварии. Чай попей сначала. Анастасия Петровна. Анастасия Петровна. Анастасия Петровна. Она всего в километре от места аварии. Да. Поехали, нам надо еще камеру найти. Ну что ты? Просто пытаюсь понять, почему это все со мной происходит. За что? Может не за что, зачем? Потому что ты добрый, доверчивый человек. Это очень слабое утешение. Ну спасибо. Поехали. Руслан, привет. Это я. Скажи, ты можешь помочь достать запись из дорожных камер? Ну мы одну нашли, сейчас попробуем найти еще. Да. Спасибо тебе. Пока. Пока. Ну что? Хорошо иметь подругу, у которой муж полицейский. Добрый день, Сергей Сергеевич. Добрый. Представляешь, я Ховцов собирает документы на удочерение Лизы. Я как чувствовал. Помнишь, на совете директоров наглый такой был? Ну. Уже на комформат на него. Какого рода? Да любого. Алкоголь, жестокость в семье, любовница. Его нужно очернить перед опекой, чтобы им даже в голову мысль не пришла разрешить ему удочерить Лизу. Хорошо. А я не умею уху готовить. Ничего страшного. Как говорил мой брат, настоящую уху может приготовить только настоящий рыбак. Угу. Вы с братом были очень близки. Он всегда был для меня авторитет. И голова у него хорошо работала, и руки. В Москву уехал. Свою фирму открыл. Только недавно были с ним на зимней рыбалке. Я тоже только недавно была абсолютно счастлива. Мне же не верится, как быстро все меняется. Вот есть же выражение, да, от любви до ненависти один шаг. Я всю жизнь думала, что это нереально. Оказывается, вполне. У меня так с женой было. Сначала вроде все нормально, потом... Я дала на развод и дочку увезла. Это ингредиент. Это ее фото в машине? Сколько ей лет? Семь? Шесть. На фотографии. А сейчас тринадцать. Тринадцать лет. Я однажды домой вернулся. А там никого. Потом жена позвонила. Говорит, встретил того, кто может дать и ей, и Юльке гораздо больше, чем я. Я же ветеринар. Кто такой ветеринар в нашей Рязани? Они в Москву уехали. Я за ними рванул. Хотел вернуть. Брат меня поначалу в свою фирму устроил. Он мне сразу сказал, что я не бизнесмен. Сказал, делай то, что умеешь делать. Нашел мне место в московской ветеринарной клинике. Я до главврача дорос. Потом свою клинику открыл. Первую. Потом еще одну. А жена и дочь? Так и не нашел. Руслан, наверное. Привет. Привет. Ну что, рассказывай. Хочу кое-что вам показать. Кум, будешь? Нет, спасибо. Я ненадолго. Назовем расстояние между камерами зоной ДТП. И посмотрим, какие машины въезжали, какие выезжали из этой зоны. Смотрите, включаю первую камеру. Машина Князева въезжает в зону ДТП. Да, а следом какая-то вывертка. В зоне ДТП Князев столкнулся с машиной, которой управлял твой брат. Сейчас я включу камеру, которая находится при выезде из зоны ДТП. Смотрите. Это машина моего брата. Да. Он въезжает в зону ДТП и двигается навстречу Князеву. Теперь внимательно. Смотрите. Иномарка, которая ехала сразу за Князевым, выезжает из зоны ДТП одна. Ну что, эта иномарка, она и подрезала машину Князева? Ну, если бы ты не слышал разговор Сергея с исполнителем, то можно было бы подумать, что это простой очевидец. Человек не захотел останавливаться и помогать людям. Все. Можно номера рассмотреть? Я увеличу и пробью их по базе. Потом свяжусь с вами. Спасибо тебе, Руслан. Ну, пока не до что. Все. Давай. Спасибо. Да. Да, Свет. Иду. Да иду, иду. Мне пора. Как же мне страшно возвращаться в этот дом. А ты не возвращайся. Здесь он тебя не найдет. И что мне там оставить Лизу с ним одну? Заберем ее позже. Нет, нет, нет. Сейчас нельзя. Он очень нервный и подозрительный. Вот именно. Ты представляешь, что будет, если он узнает, что ты ищешь доказательства его вины? Я буду осторожна. К тому же сейчас, когда мы знаем номера машины исполнителя. Что мы ему скажем? Боюсь перевоспитывать его поздно. Попробуем припугнуть. Он же думает, что никто не в курсе о его сделке и о том, кто подстроил аварию. Если что-то пойдет не так, сразу звони. Да. Хорошо. Пока. Пока. Нет, поехали. Ну ладно, ладно, не жалуйся. На мандивы хочу. Ой, Русланечка же подъехала. Все, доставай. Давай. До завтра. Привет, милая. Привет. Ты что здесь делаешь? Ну а что, я не могу встретить свою невесту с работы? Куда мы едем? Да не бойся ты так, домой мы едем. Посмотри назад. Лиза. Тихо, 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 тихо. Я забрал Лизу из гостей, она сама предложила заехать за тобой сюда. Видимо, набегалась, нагулялась и заснула. Спит, как ангелочка. Поехали. Ну все, малыш, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Настя. Сладких снов. Спокойной ночи, принцесса. Спокойной ночи, дядя Сережа. Угу. А почему ты не носишь одежду, которую я тебе купил? Потому что мне мне неудобно. Угу. Завтра ты наденешь эту одежду, потому что я не хочу, чтоб моя невеста ходила как оборуж. Мне неудобно в этой одежде. А это легко исправить, милая. Ты берешь отпуск завтра. А послезавтра к нам приходит опека. И вообще, я подумал, чтобы ты сидела с Лизой дома. Никто не даст отпуск. Выбирай. Или ты оформляешь отпуск. Или оформляешь больничный. Я в душ. Это я. Завтра приезжай в больницу. Это важно. Да. Спасибо. Анастасия Петровна, Сергей Сергеевич сказал, чтоб я подождал вас в больнице. Вы отпуск берете, да? Ну, видимо, да. Угу. Пока. Доброта, Настя. Я ищу тебя везде. Ну, что ты там делаешь в этой лекады? Я тебе сейчас все расскажу. Витя приехал. Отлично. Привет. Привет. Рассказывай. Так, ну что? Он заставил меня взять отпуск. Хочет запереть меня дома до свадьбы. Скорее всего, до того момента, пока он вообще не удочерит Лизу. Надо вас оттуда вытаскивать. Надо? Ну как? Завтра к нам придет опека. Он будет весь день дома. Самое страшное, что Лиза, она до сих пор ничего не знает. А давно пора рассказать ей, кто такой дядя Сережа на самом деле. Я расскажу. Расскажи. Расскажу. Но сначала мне нужно придумать, как вытащить ее из этого дома. Ну, вы же скорая помощь. Вы должны людям помогать. Водитель. Человек надежный? Это вообще-то мой папа. Это хорошо. Сейчас. Это он? Тихо. Да. Да, хорошо. Пока. Что он хотел? Он хотел, чтобы я купила себе красивое свадебное платье. Таня, спасибо большое, что помогла выбрать платье для Лизочки. Да что вы, Сергей Сергеевич, мне было приятно помочь. Это так благородно, что вы делаете для девочки. Свадьбу скоро? Через два дня. Волнуетесь? Алло. Сергей Сергеевич, а ты ничего не забыл? Я все помню. А когда я за деньгами могу приезжать? Не надо никуда приезжать. Я сам все привезу. Послезавтра. Сейчас я не могу вырваться. Ну, хорошо. Я смотрю, скоро охранником моим станешь. Ай, мое дело маленькое. Сказали возить, я и вожу. Поехали. Жених сказал платье купить. Все в порядке, Анастасия Петровна? Конечно, Владик. Я самая счастливая в мире женщина. Белые едят черные, черные едят белые. Всем привет. Вот, а вот и наша невеста. Настя, посмотри, дядя Сережа у меня тоже новое платье. Ой, а как вы красивые. У дяди Сережи, оказывается, есть вкус. Неожиданно. А хочешь, я тебе свое платье покажу? Ой, это очень плохая примета. Почему? Ну, свадьба может не состояться. Жених не должен видеть платье невесты перед свадьбой. Ну, тогда мы отмени примерку. Дядя Сережа, ты что, верь в приметы? Ну, давай посмотрим. Очень красиво. Да не надо. Ну, почему? Посмотри, ты не знаешь, насколько оно красивое. Не надо. Лизочка, иди переоденься. Сергей Сергеевич, я накрываю на стол? Помогите, пожалуйста, Лизе переодеться. Хорошо. Как же ты испугался, что свадьба не состоится. Я смотрю, ты перестала всего бояться, тратишь мои деньги. Ты за платьем в Париж ехала? Практически. Ты же хотел, чтобы все было как надо? Твоя невеста не может выглядеть, как оборвыш. Да? Молодец, молодец. Быстро учишься, мне это нравится. Спасибо. Угу. Садись, Лизочка. Садись, садись, не будь. В общем так, завтра к нам приходит опека. И я очень надеюсь, что, Лиза, ты скажешь, что тебе нравится здесь жить. Тебе же нравится здесь жить? Ну, да, почти. А почему почти? Ну, вы обещали, что приедет Тамара, а я все нет. Получается, вы меня обманули? Лизонька, я тебя не обманул. Тамара, правда, не может приехать, потому что у нее… Вы не поверите. Я буквально на днях созванивалась с Тамарой, и она сказала, что ее родственница намного лучше. И совсем скоро она сможет к нам присоединиться. Тогда можно мы с Настей заберем Тамару? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Конечно же, Лизочка. Конечно же. Только после того, как уйдет опека. Хорошо? Ура! Полина Андреевна, накрывайте на стол. Побежали? Пойдем. Денис, спасибо большое за то, что пригласил меня гулять. Я ужасно устала сидеть за порти. Не, ну, я, конечно, бы хотела вернуться в школу, но дядя Сережа считает, что мне пока лучше быть дома. Ладно, давай пока. Мы уже увидимся на следующей неделе. Ну, все, давай, спуки-наки. Лиз, ты зубы почистила? Нет. Ну, иди почистай, а я проветру комнату перед сном. Лиз, ты что себе позволяешь? Забыла про наш уговор? Если я смог избавиться от Князевых, то тебя я просто раздавлю. Если тебе плевать на себя, то подумай о судьбе Лизы. Ее судьба в твоих руках. Завтра приезжает опека. И только попробуй выкинуть что-нибудь подобное. Я отправлю тебя и Лизу следом за ее родителями. Понятно? Да. Молодец. Сергей Сергеевич, по поводу Шуховцова есть хорошие новости. Говори. В общем, наш акционер второй раз женат. Два месяца назад у него родился сын. Жену и сына обожает, чего не скажешь о дочери от первого брака. Эту и знать не хочет. В общем, завтра я встречаюсь с его бывшей женой, которая с радостью согласилась с нами сотрудничать. Отлично. Я целый день завтра дома, так что звони по результату. Окей. Ты куда? Пойду пожелаю Лизе спокойной ночи. Лизочка. Лиз, ты спишь? Лиза, мне очень надо с тобой поговорить. Ну, не слышишь меня? Эй, что случилось? Ты что, платишь? Ты же знала, что он убил моих родителей. Ты же знала, что это... Тихо. Малыш, прости. Прости, что я тебе не сказала. Я просто боялась тебя напугать. Прости меня. Я... Тихо-тихо-тихо. Костя, будешь не ходить за твою душину. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мы с тобой обязательно убежим. Сначала ты должна сделать все, что я тебе скажу. Да. Настя. Что случилось? У меня болит живот. Этого еще не хватало. А что делать-то нужно? Пойдем, я посмотрю, что там такое. Нет. Танчак, пойдем. Танчак, пойдем. Танчак, пойдем. Ну, чего? Ты как? Не прошло? Уже лучше. Что с ним? Не понимаю. На желудок не похоже. Я дала ей спазмолить, и к утрам будет видно. Понятно. Пойдем спать, милая. Пойдем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пойдем. Пойдем. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ты тут живешь? Тебе хорошо? Да, меня здесь очень любят. Замечательно. Ну, и мы хотели бы посмотреть комнату Лизы. А потом бы пригласил вас к чаю. Ой, спасибо большое. Мы не откажемся. Пойдемте, я вас провожу. Пойдемте. Пойдемте. Вы знаете, мы оставили Лизы никуда до конца года на домашнем обучении. Мне кажется, это будет просто правильно. Вы понимаете? Да, да. Да, мы вас ждем. У Лизы снова приступ. Похожий на аппендицит. Я вызвала скорую. Как аппендицит? А у детей Розе это бывает? Конечно, бывает. Но еще ночью начался, я не поняла сразу. Таблетка на кризис оттянула, но сейчас нужно ехать в больницу. Бедная девочка. Это очень опасно. У меня недавно чуть не пример племянник. У него аппендикс рорвался и еле до больницы довезли. Давайте не будем ждать скорую. Я отвезу Лизу Польку. Нет, 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 не надо. Это очень опасно. Они где-то рядом и прям скорую приедут. А я открою? Да. Давайте. Лиза. Все хорошо. Слышишь? Куда, пожалуйста? Где больной? Вот. Здравствуйте. Что случилось? Лизочка, что случилось? У меня болезнь у нас. Подозрение на аппендицит. Выпрямьтесь, пожалуйста. Тут больно? Тут? Острый аппендицин. Нужна госпитализация? Да, срочно. Собирайтесь. Бумаги заполним по дороге. Ложите. Давай, мой хороший. Вот так, вот так, аккуратненько. Стой, 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 стой. Давайте. Вот так. Теплые вещи возьмите. Да, в коридоре сейчас возьмем. Вадим. Вадим. Я могу чем-то вам помочь? Да. Извините, я поеду с Лизонькой, ладно? Конечно, конечно. У вас все в порядке, мы все сделаем. Скажите, документы когда будут готовы? Завтра. Завтра, да? Все, хорошо? Не помните, конечно. Положите. Бортик. Сильнее левый рычаг заедает. Сильнее. Не-не-не, у нас только один сопровождающий. Все хорошо, родная, я здесь. Я врач, я должна ехать с ней. Извините. Поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам. Давайте. Получилось. Получилось. Молодец, Лиза. Все сделала просто замечательно. Лиза, знакомься. Это Виктор. Виктор, наш друг. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот на этой машине сейчас девочку привезли. А где она? На этой машине никого не могли привезти. Я ее только что в сервисы пригнал. Ты издеваешься? Эта машина час назад была у меня дома. Вы ошибаетесь. Ну, с кем не бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Лизы снова приступ. Похожий на аппендицит. Я вызвала скорую. Где больной? У меня болезнь у нас. Острый аппендицин. Нужна госпитализация. Вот так. Не-не-не. У нас только один сопровождающий. Я врач. Я должна ехать с ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот на этой машине сейчас девочку привезли? А где она? На этой машине никого не могли привезти. Я ее только что в сервисы пригнал. Ну, я же вам объясняю, на ваш адрес сегодня не было вызова. Что вы от меня хотите? Сегодня на машине, которая стоит на улице, номер 091 из моего дома забрали дочь. Эта машина сегодня снята с рейса. Чем-нибудь еще могу вам помочь? Нет. Настя, хорошо, что все получилось. Вы где сейчас? Ага. Я вас поняла. Я попозже перезвоню. Привет. Привет. А ты чего здесь? А к тебе, Настя, не сходила? Когда? Сегодня. Нет, а что случилось? Да, ровно ничего там ничего. Они просто с Лизой куда-то уехали. А мне не сказали. Вот поэтому я волнуюсь. Думал, может, тебя она на работу заехала? Нет. Вы что, поссорились? Милые бронятся только те, что. Сейчас я ей позвоню. У нее телефон выключен. Да? Угу. Слушай, а может, их похитили? Ну, правильно, ты же теперь глава фирмы, а ее похитили, будут требовать выкуп. Слушай, надо звонить в полицию. Я сейчас позвоню Руслану, он же опера, и пусть что-нибудь придумает. Не надо, не надо, не надо. А я сейчас открою. Наверное, они просто гуляли, и батарейка разрядилась. Поеду я. Сереж, а ты скажи, чтобы Настя мне позвонила, я волнуюсь. Обязательно. Проходите. Проходи. Чувствуйте себя как дома. Какой хорошенький, маленький. Знакомьтесь, Федя. Федя. А мы теперь сюда у Виктора будем жить? Ну, какое-то время. Нам же где-то нужно спрятаться. А вы тоже на скорой, как Настя, работаете? Не совсем. На скорой не работаю, а лечу не людей, а животных. Виктор ветеринар. Ему даже притворяться особо не пришлось. Спасибо тебе. Не располагайтесь. Да, алло. Сергей Сергеевич, можно ненадолго отлучиться? У меня брат уезжает, хотел с ним встретиться перед отъездом. Это хорошо, что уезжает. Что? Я говорю, хорошо, езжай. А, спасибо. Взывал? В общем, я вляпался в очень некрасивую историю. Только это между нами. Конечно. Эта женщина, на которой я собрался жениться, оказалась мошенницей. Она выкрала Лизу и требует денег. Ты шутишь? Это похоже на шутку, да? Она прекрасно знает, что я не могу обратиться в полицию. И после этого вопрос об удочерении для меня будет закрыт. Ну, знаешь, нужно заплатить ей. Я готов. Я готов заплатить. Только чтобы с Лизой все было в порядке. Но где гарантия, что эта женщина не будет шантажировать меня снова и не будет требовать денег, и вернет Лизу? Может быть, тогда пусть наши ребята из службы безопасности этим займутся? Они все профи из органов и... А вот это вариант. Да, правильно. Пускай они установят наблюдение за всеми ее контактами и распечатывают мне телефонные разговоры за последнюю неделю, потому что у нее должен быть сообщник в этой больнице. Она одна не может провернуть все вот это. Хорошо, я поняла. Я сделаю. Давай. Я не знаю, можно тебе морковь? Лучше не надо. Тебе идет моя рубашка. А специи есть? Есть. Федя, похоже, тоже кушать хочет. Да он всегда есть хочет. Аппетит у него отменный. Спасибо. Кстати, откуда он у вас? Да прибился где-то год назад. Кто-то его в подъезд пустил погреться. Иду с утра на работу, открываю дверь, он сидит, смотрит. Не выгонять его. А вы не говорили, что вы не просто врач? А кто же я такой? Ну, здесь написано, что раньше вы были просто ветеринаром, а теперь открыли целую сеть ветеринарных клиник. Ну, ты меня раскусила. Все, я сдаюсь. Шерлок Холмс отдыхает. Ему пора уже на пенсию. Точно. Да. Витя, Настю дай, пожалуйста. Да, сейчас. Светлана. Да, Свет. Ну, как вы там устроились? Да, все хорошо, сейчас будем есть. Как там? Настя, Сергей приходил. Спрашивал, не видела ли я тебя сегодня. Искал вас по всей больнице. Пришлось сказать девочкам, что у тебя ревнивый жених. А как со скорой историей? Да, все хорошо, не волнуйся. Он же официально ничего не предъявил, только разозлил всех своим хамством. Сказал, что вы давно ушли гулять, и он за вас волнуется. Господи, как же мне страшно. Да ладно, не раскисай. Главное, что вы теперь в безопасности, правильно? Все будет хорошо. Ладно, дорогая, мне работать пора, созвонимся. Пока. Давай, пока. Сергей искал нас в больницу. Ты не бойся, здесь он вас не найдет. Точно? Ну, если только по запаху. Здесь так вкусно пахнет, что слышно на другом конце города. Давайте уже быстрее, есть хотите? Да, да, да. Здорово. Здоров. Куда это ты собираешься? Ну, что-то в последнее время нервный стал. Плохо сплю, думаю. Дай поеду на море, на солнечке подняжусь. Все шутишь, да? Ну, а если серьезно, на какие такие шиши собрался отдыхать? Ну, заработали. Ну, завтра мне деньги заплатят за одно дело. И все, прямиком в аэропорт. Ты мне, кстати, не подросишь туда? Ой, слушай, я не знаю. Сергеича невеста пропала. Там в конторе просто дурдом. Все на головах стоят. Не знаю, смогу вырваться, нет? Ну, понятно. Вот именно поэтому я ни на кого не работаю. Слушай, не начинай ты. Да пофигу, на такси поеду. На, держи. А это что такое? Ключи. Не видел, что ни разу. Ну, нафига не было. Ну, как, ну, мне так спокойнее стоит, дупликат будет. А то, мало ли, там, потеряю. Ладно, сохраню. Слушай, ну, извини, что так с аэропортом. Давай. Давай, давай. Бомбила года. Вить, как думаешь, мы хотим завтра с Лизой в ближайший магазин пройтись? А то у нас нет вещей. Конечно, я отвезу вас. Только пораньше встать надо. Мне завтра Федю в клинику надо отвезти. Очередная прививка. Да, Руслан, привет. Привет. Провел номера машины. По базе на них зарегистрирована Лада белого цвета. Подожди, на видео была какая-то иномарка. Да, я думаю, номера скручены. А есть данные хозяина этой Лады? Да. Вернее, хозяйки. Сейчас кину тебе на телефон. Спасибо. Машина на видео была со скрученными номерами. И что это значит? Что мы не найдем владельца? Я думаю, завтра нам надо встретиться с хозяйкой этой Лады. Дядь Вить, а кто эта девочка на фотографии? Это ваша дочка? Да. Это моя дочка. Ее зовут Юля. А где она сейчас? С мамой живет. А вы что, вообще не видитесь? Лиза. Да все нормально, все хорошо. Я ее очень давно не видел, потому что не знаю, где она живет. Хотите, я ее нарисую? Конечно, хочу. Так, ну что, нам рано вставать завтра. Может быть, будем потихоньку спать собираться? Да, я приготовлю вам постель. Лиза, ну ты что? Настя, у меня появилась очень крутая идея. Я могу найти его дочку через соцсети. Ты знаешь, он ее по-всякому искал. Да, но попытка не пытка. К тому же, еще я шарю в соцсетях гораздо лучше, чем он. Попробуй. Давай, жду. Сергей Сергеевич, вы еще не уходите? Нет, Анюша, еще дел много. А я вам нужна? Нет, иди. Было бы кому уйти. И до свидания, Анюша. До свидания. До свидания. Вот разве чатка ее звонков. Захара ВА, Захара ВА. Она очень часто звонила этому Захарову. Узнай, кто это. Сделаем. И побыстрее, ладно? Конечно, утром займутся. Ай, ее еще не хватало. Полина Андреевна, здравствуйте. Сергей Сергеевич, а что вы мне не звоните? Я места себе не нахожу. И Анастасия Петровна еще не вернулась. Как Лиза? А с Лизой все хорошо. Ее оставили в больнице до утра на обследование. Полина Андреевна, скажите, а не хотите вы взять отпуск за мой счет? А что случилось? Ничего. Просто мы с Настенькой решили, когда Лизу заберем, съездить, отдохнуть, развеяться. Ну, нас не будет. И вы как раз тоже отдохнете. Как вам такое предложение? Ну, хорошо, если вы настаиваете. Ну, звоните тогда. Хорошо. До свидания. Федя, куда на стол? Эх, разбалуйте вы мне ее. Я пойду машину прогрею. Да. Минут через пять выходите. Хорошо. А как давно ты знаешь Виктора? Недавно. Его брат погиб в этой аварии. Но тогда зачем он нам помогает, если его брат погиб из-за меня? Нет. Его брат погиб из-за дяди Сережи, который эту аварию и организовал. Ну, организовал он ее, чтобы заполучить компанию моего папы. Лиза, ты ни в чем не виновата. Слышишь? Мы не отвечаем за поступки других людей. Да? Какие новости, Мария Борисовна? В общем, пробили мы этого Захарова. Ветеринар, у него своя клиника. И не поверишь, у него недавно брат погиб. А вот это уже мало интересной подробности. Да нет, вот как раз интересно. Его брат был именно в той машине, в которую врезалась машина Князева. Я только что скинула тебе, сканала паспорт. Ах, вот оно что. Ладно, подожди тогда, не выши трубочку. Не-не-не, у нас только один сопровождающий. Срочно поставь людей к его квартире. И если обнаружат Настю или Лизу, пусть берут их и звонят мне. Хорошо, поняла. Здорово. Давай, проходи. Это, типа, мой офис. Ну, конечно, не такой крутой, как у тебя. Но ничего, я к этому стремлюсь. С твоей помощью. Давай. Сначала запись. Ага. А знаешь, я подумал, пусть оно у меня побудет. Ну, а что я человек надежный, ты в этом убедился. Надежных людей мало. И стоят они недешево. Лям в месяц. Не обманул. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Оказывается, у него есть ребенок от первого брака, которого он ни разу за 10 лет не видел и не платил алименты. Они живут за границей и бывшая жена через местный суд лишила его родительских прав. Какой ужас. К сожалению, к решениям иностранных судов у нас доступа нет. Я понимаю. И вам привезут все заверенные копии документов. Но мы же не можем позволить, чтобы такой человек удочерил Лизу. Конечно, нет. До свидания. Всего доброго. Мы постараемся быстро. Федю в клинику отвезем. По делам и вернемся. Хорошо? Ты дверь никому не открывай. Поняла? Угу. Если вдруг что, сразу звони нам. Договорились? Угу. В холодильнике обед. Ты там сама разогрей только... Настя, я знаю. Я знаю, что ты знаешь. Все-все-все. Побежали. Поехали. Главное, дверь никому не открывай. Да-да. Сергей Сергеевич, женщина и мужчина уезжают. Нам следовать за ними? А девочка? Нет, девочки с ними нет. Она в квартире осталась. Оставайтесь на месте. Главное, не упусти девочку. Я скоро буду. Ага. Тамара, здравствуйте. Это Сергей. Скажите, я могу с вами встретиться? Здравствуйте. 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 А вы хозяйка Лады, да? Да. Алевтина Петровна. Да. А вы покупатели? Вы пришли машину посмотреть? Да. У нас Тимофей занимается машиной-то. Но я ему сейчас позвоню. Если этот Тимофей машинами занимается, может, это он номера и скрутил? Может. А еще, возможно, это тот, кого ты видел в офисе Князева. Странно. Не отвечает. Ну ладно, я сама вам покажу машину. Здесь недалеко. Может, подвезти? Ой, поехали. Поехали. Простите меня, что я с вами так поступил. Я думал, для девочки так будет лучше. Новая жизнь, новые люди, чтобы забыть трагедию. А я все-таки фатально ошивался. И спасибо вам огромное, что вы согласились у нас работать. Сергей Сергеевич, вы же знаете, у меня кроме Лизоньки никого нет и… Она мне как родна. Да-да-да-да-да. Ее-е-е-е-е. СТУК В ДВЕРЬ Давайте Внуки подарили деду машину, а покататься-то не успел Тимоша! Тимоша! Вить, если это он был в офисе, он может меня узнать Не надо пока, чтобы он тебя видел, я сам с ним поговорю Но он мог меня не запомнить Рисковать не будет, не мерзься, подожди в машине Тимоша мертвый Номера, как на видео А вот и машина Угу Он? Рада была Надо в полицию позвонить Давайте присядем Давайте присядем Руслан, привет Привет, есть новости? Да, только плохие Тот парень, который подрезал князя, мертвый В своем гараже лежит Нас на него хозяйка машину вывела Понятно Так, ничего там не трогайте, я сейчас подъеду Вы по тому адресу, который я прислал? Да, там автомастерская, прямо за дому Понял, ждите Хорошо Вы себя хорошо чувствуете? Хорошо Здоровье хорошее Врачи сказали, сердце замечательное Ну вот одна живу Тимошу и Владик, я знаю с их детства А теперь я даже не соображаю, как мне сообщить Владику Какому Владику? Это старший брат Тимоша Он тоже ремонтом машин занимается? Нет, он работает водителем, богача какого-то возит Ну вот мы и приехали Так, и куда же мы приехали? А здесь квартира Насти, она приехала забрать некоторые вещи Оставила Лизу и поехала в салон красоты Мы сейчас Лизоньку заберем и домой поедем Хорошо Да, Владик Сергей Сергеевич, у меня с братом несчастье Что случилось? Да я сам, если толком не знаю Только что позвонили, сказали его нашли мертвым в гараже В общем, нужно ехать туда Прими мои искренние соболезнования Да, конечно, можешь на работу завтра не выходить Спасибо, Сергей Сергеевич Да, давай, держись там Угу У водителя неприятности, ничего страшного Что-то замок барахлит Проходите Спасибо Свободен Тамара, давайте вы постучите, пусть это будет сюрпризом для нее О, хорошо О, хорошо Кто там? О, Лизонька, это я, Тамара Тамара! Деточка моя, как же я по тебе соскучилась Как ты меня нашла? Сергей Сергеевич меня привез Привет! Я же тебе обещал, что Тамару привезу Вот Тамара, идите вниз к машине, подождите нас, ладно? А... Да, мы оденемся и спустимся Идите, идите Лизонька, я тебя внизу подожду Лизонька, я тебя внизу подожду Наряд уже вызвал, сейчас подъедут Номера, машина Ясно Ты его видела с Сергеем? Да И похоже на брат Владика, водителя Сергея Думаешь, он как-то связан с этим? Не думаю Эта женщина его знает с детства Она уже позвонила Владику, он едет сюда Понятно В любом случае, вам лучше уйти здесь За углом есть кафе, подождите меня там Надо проверить его телефон Там должен быть его разговор с Сергеем Хорошо, хорошо, я все сделаю, идите До свидания, он в темпе трудности До свидания До свидания Лиза, мы с Настей просто поссорились Я правда не знаю, что она тебе рассказала Но теперь мы помирились и у нас все хорошо Настенька едет домой И ты сейчас поедешь домой вместе с Тамарой Но ты же хочешь жить с Настей и с Тамарой С ними хочу, а с вами нет Я знаю, что это вы подстроили аварию Это тебе Настя рассказала? Нет, это вы сказали Я слышала Лиза, давай договоримся Если ты не хочешь, чтобы что-то ужасное произошло с Настей и Тамарой Ты будешь делать так, как я говорю Мы сейчас поедем домой Ты будешь вести себя, как примерная девочка И будешь рассказывать Тамаре о том, как тебе нравится жить у меня дома И когда ты все сделаешь, о чем я тебя прошу Ты сможешь с Настей уехать и забрать Тамару Ты меня понимаешь? Лиза Мы договорились Зачем вы это делаете? Ты маленькая, не поймешь Давай Иди, собирайся, а то Тамара заждалась И помни о нашем разговоре Ну что? Брать ли кого-то найдем? Ни свидетелей, ни следов нет Понятно, спасибо Влад, если не ошибаюсь Да Старший лейтенант Бондарев Есть пара вопросов, пройдемте поговорим Пойдемте поговорим Не надо никому звонить, пойдем поговорим Спасибо Полина Андреевна взяла не ваш отпуск Вам без нее здесь будет легче освоиться Настя придет поздно Занимайтесь ужином Лиза вам все покажет Правда, Лизочка? Молодец Вот поэтому мы решили убежать За Лизу страшно и за себя тоже Да Честно говоря, я всякого мог ожидать от Сергея Сергеевича, но такого А от своего брата такого ты мог ожидать? Простите его Если сможете Влад Тебе Тимофей что-нибудь рассказывал? Нет, он знал, что я не одобряю его офер с автоподставами За такое я сам бы ему голову открутил Единственное, что я знаю, что он сегодня должен был получить вознаграждение за какую-то работу Теперь понятно, за какую Я думаю, что скорее всего он пришел к Сергею Чтобы забрать деньги Но пришел мне отдавать видеозаписи, попытаться его шантажировать Никаких записей я не нашел Нет ни телефона, ни планшета Тимофея на месте убийства Даже если они и были, я думаю, убийца все забрал Подождите, вы считаете, что это Сергей Сергеевич Убил Тимофея? Я же говорю, нет никаких доказательств или орудий убийства Криминалисты тоже ничего не нашли Но исходя из того, что ты здесь услышал, вполне возможно, что да Ну, может, конечно, не сам Сергей, кто-то из его людей, но сути это не меняет И что вы теперь собираетесь делать? Ну, мы собирались найти запись, которую Тимофейш антажировал Сергея А вот что теперь делать, я даже не знаю Мы будем дальше искать доказательства причастности его ко всем этим убийствам Так, я могу как-то помочь Да, ты, главное, виду не показывай, что в курсе всего происходящего Постарайся держаться поближе, может быть, что-нибудь увидишь или услышишь И проверь машину Если Сергей ездил к Тимофею сам, вполне возможно, там остались какие-то следы Когда ты сможешь это сделать? Именно завтра выходной дал Потому что завтра должна была состояться наша свадьба Ну, теперь-то она точно не состоится Так, давайте я ему позвоню, скажу, что, ну, забыл в машине ключи И съезжу и все потом посмотрю Ну, давай, если что-то найдешь, сразу сообщи мне Всего доброго Держись Все будет хорошо, прольемся Ну, вот опять Только у нас появилась оцепка и нет ничего Поехали домой, там Лиза ждет Федя сегодня в клинике оставим Поехали 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 Лиза Ее нет нигде Вещей тоже нет Только нет Здравствуй, милая. Где Лиза? Как тебе? Дома с ней все в порядке. Пока. Я тебе настоятельно советую прийти завтра в ЗАГС. Дай ей трубку, я хочу с ней поговорить. Не-не-не, ты ее еще больше испугаешь. Все, до завтра, дорогая. И я передам от тебе пламенный привет Лизе. Послушай меня, если ты ее хоть пальцем тронешь… А, это видимо наш доктор Айболит Захаров Виктор Андреевич. Слушай, мне очень жаль твоего брата. Прими мои искренние соболезнования, но не лезь в мою с Настей семью. Я надеюсь, о тебе я больше никогда не услышу. Айболит Захаров Виктор Андреевич. Нас в детстве всегда учили, что добро побеждает зло. И что справедливость обязательно восторжествует. Ну почему в жизни так не бывает? Ты не должна выходить за него замуж. Ты же знаешь, что я не могу оставить Лизу? Ты же знаешь, что у нее кроме меня никого нет. Ну ты как отец дочери должен меня понять. Значит, сразу после ЗАГСа я вас с Лизой заберу и увезу. Да бесполезно. Нам от него никуда не деться. Ты должна понять. Ни тебя, ни Лизу я ему не отдам. Ясно? ТЕЛЕФОН 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 Да. Настя, добрый вечер. Тамара, это вы? А мы с Лизой вас ждем. Когда вы вернетесь? А Лиза с вами? Да. Мы в доме Сергея Сергеевича. Мы уже собирались ложиться спать. Но Лиза хочет вас дождаться. А, Настя, дядя Сережа с Тамарой приехали и забрали меня домой. Когда ты приедешь? Я сегодня не приеду. Уже поздно. Я останусь у Виктора. Но завтра же ваша свадьба. Да, я знаю. Я завтра буду. Ты только Тамаре не говори ничего. Да? Да. Спокойной ночи, Настя. Мне кажется, ты от меня что-то скрываешь, а? Ты какая-то совсем не своя. Я тебя не узнаю. Ну-ка, опять маленькая. Ай-та-та, ай-та-та. Поймал дедушка кота. Да. Привет, Влад. У нас планы изменились. Сергей Лизу увез. Нам завтра надо будет опускать его машину, пока он будет в ЗАГСе. Так что Анастасия Петровна все-таки выйдет за него замуж? Если найдем какие-нибудь улики, то не выйдет. У нас будет времени мало. Понял. А если не найдем? Давай будем действовать по обстоятельствам. Подъезжай к десяти к ЗАГСу, только осторожно, не попадись ему на глаза, хорошо? Ясно. До завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, я, конечно, ждала твоей свадьбы, но что такое она будет, даже представить не могла. А я могла. А где Руслана? На службу вызвали, срочно, даже позавтракать не успел. Но до росписи обещал приехать. А вот и невеста. Поверь, поверь, поверь. Руки не распускай, она пока еще свободная женщина. Это ненадолго. Давай, ты переодевайся. Сегодня такой замечательный день. Я хочу, чтобы у меня было самое красивое... Давай, только потрапить, а то все зашлились. Иди, иди. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Привет. Нет. Смотри, он был вчера возле гаража. Значит, точно он. Когда ты видел брата в последний раз? За день до смерти. Он веселый такой был, в отпуск собирался. Ничего подозрительного даже не заметил. Единственное, что он мне ключи, а гаража дал. Зачем? Я сам не знаю. Сказал на всякий случай. Уважаемый жених и невеста, сегодня самый прекрасный день в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. Да, алло. Руслан, вы в гараже точно все проверили? Ну да. Сначала сам, потом криминалисты все перетрясли. А что случилось? Тимофей перед смертью Владу ключи от гаража дал. Скорее всего, он сделал копию, запись и оставил в гараже. Раз вы ничего не нашли, значит, Сергея забрал. Понятно. Ладно, я уже подъезжаю. Давайте там без фокусов. Да. С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней, и горесть потерь. Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами искренним, взаимным и свободным. Жених? Да. Невеста? Невеста? Да. Нужно подрезать одну машинку, чтобы наверняка, чтобы на смерть. Сделаешь, получишь деньги. Не, ну таким я точно не занимаюсь. Руслан, отождись. Ага. Прошу своими подписями скрепить ваш семейный союз в нашем журнале регистрации. Невеста. Свадьба отменяется. Дядь, Вись! Тамара, уведите. Как же ты не надоел, а? Есть охрана в ЗАГСе? Да, я сейчас. Давайте, давайте. Полиция уже едет. Я нашел запись. Какую запись? Чего ты несешь? Запись твоего разговора с Тимофеем. Так я и думал, что ты что-то выкинешь. Тихо. 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 Флешку на стол положи. К стене отоди. Я же сказал ждать. Да он, наверное, хотел помешать росписи. Полиция! Оружие на землю! Вводите его. Тихо, тихо, тихо. Покажи. Покажи. Свет, ищи аптечку и звони в реанимацию. Пошли, я вызову скорую. Тихо, тихо, тихо. Вам нужно зажать. Рано вот так. Терпи. Терпи. Держи. Держи. Держи крепко. Держи. 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 Все хорошо. Я звонил Руслан. Сказал, что Сергей дал признательные показания. Так что не волнуйтесь. Мой муж посадит его надолго. Ну ладно. Не буду вам мешать. Зайду позже. Давай, давай. Да. Юля. Юлечка, девочка моя. Как ты меня нашла? Лиза нашла? Ты моя родная. Как ты ее нашла? Я же говорила, я в соцсетях разбираюсь лучше, чем вы. Ты крутая. Молодец. Ничего. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры создавал DimaTorzok